Привет, друзья! С вами канал MarosLive. И в сегодняшнем видео будем обсуждать условия въезда в Чехию с 27 октября 2021 года, которая обновилась на сайте посольства. И будем также заполнять формуляр въезда в Чехию, потому что много людей пишет, задает вопросы, как его заполнять, что-то у них там не получается. Короче, обо всем по порядку, поэтому усаживаемся, слушаем внимательно все, чтобы не было потом вопросов. Итак, новость, которая появилась вот буквально вчера, еще 27 октября. Значит, обращаем ваше внимание на требования, которые вступают в силу с 27 октября 2021 года, на основе которых необходимо заполнить уже перед въездом на территорию Чехии онлайн формуляр и предоставить его на границе. Также вы обязаны пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до начала поездки, то есть до посадки в самолет, автобус и так дальше. Еще в предыдущем видео я говорил, что возможно отменят формуляры, там суд в Пражске постановил отмену данных формуляров, потому что это граничит с правами человека в Чехии, но все-таки Министерство здравоохранения его там чуть поменяло, изменили. Короче, все порежали и все равно формуляр этот нужно будет заполнять так же, как и ранее. Об этом будем сейчас говорить. Итак, ребят, есть три основных требования, которые требуются для людей, которые въезжают в Чехию, с третьих стран, с любых стран, с других так же само. Значит, первое, это заполнить перед своим въездом на территорию Чехии онлайн бланк въездного формуляра, распечатанное подтверждение предоставить при пересечении границы. Второе, это пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до начала поездки, то есть посадки в самолет, автобус и так дальше, и должен иметь при себе письменную справку об отрицательном результате теста, то есть антигенный тест не допускается. Это важно, только ПЦР-тест. Этот тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории. Это важно, потому что они выдают сертификат, который подтверждает подлинность этого теста и котируется в Европейском Союзе. Ну и третий пункт, обязаны не ранее, чем через 5-7 дней после въезда пройти за свой счет на территории Чешской Республики ПЦР-тест и незамедлительно предъявить его результат соответствующей краевой гигиенической станции по месту пребывания указанного въездном формуляре. Ну и сразу же я вам скажу, заходим мы на сайт Министерства ВНИТРА Чешской Республики, где это все в принципе подтверждается, только все это на чешском языке. Как видите, здесь в левом верхнем углу изменились правила. Значит, от 27 рейня 2021 года, то есть 27 октября. И нас интересуют страны с большим, высоким и с очень высоким риском заражений. То есть, земли с высоким риском наказа. Земли с высоким риском наказа. Это наши страны, это Украина, Беларусь, Казахстан, Короче, Россия и все-все-все-все страны, третьи страны. Здесь, значит, вступ уможен, то есть разрешено. Нужно выполнить приездовый формуляр. Это нужно выполнить приездовый формуляр. И условия дальше. Негативный ПЦР предцестуют, то есть обязательно ПЦР. Раньше, возможно, было еще и антиген, но его убрали. Плюс ПЦР по приезду. Выемка с тестованием, протитые особые, то есть, которые очкованы. То есть, те люди, которые имеют вакцинацию. И здесь, смотрите, есть еще одно дополнение. Вот единичка стоит, и вот здесь есть единичка. Обчаны, а резиденты Чешской Республики могут при цесте ЗЗМ с высоким овелом и высоким риском наказа наградить ПЦР-тест пред цестою тестом антигеном. То есть, граждане Чешской Республики, а резиденты Чешской Республики, ну, это люди, так скажу, которые имеют отрывалый побыт, то могут сделать антиген. Ну, а кто едет непосредственно своим авто, то может не делать никаких тестов перед дорогой. Только тест по приезду. Так что, вот такие вот правила въезда в Чешскую Республику. Так, но мы возвращаемся к нашим условиям въезда. И сейчас будем заполнять въездной формуляр. Перейдите на въездной формуляр. Вы можете вот по вот этой ссылочке. Ссылку я обязательно тоже оставлю под видео. Так что заходите, все сразу можете там скачивать, переходить и так дальше. У нас уже он, в принципе, готов. Здесь есть правила выполнения данного формуляра. Есть они на чешском, на английском языке. Можно также перевести на русский. Итак, первое, с чего мы начнем, это примени, это фамилия. Ну, например, там будет у нас какой-то Иванов. Дальше. Про средний имена. Это мы пропускаем. Имя. Иван. Дальше. Дата рождения. Указываем дату рождения. Например, там 01, 01, 1990. К примеру, вот оно все забивается. Дальше идет число паспорта и Бобчанского проказа. То есть это ваш заграничный паспорт. Например, там AN и 6 цифер. Дальше. Следующий пункт. Стать неприслушность. То есть это у нас гражданство. Вы там, Украина. Вбиваем. Идем дальше. Число телефона, на котором будут в шипаде под шипы доступны. То есть здесь уже нужно вписать телефонный номер ваш. Ну, если это украинский номер, то вы указываете украинский номер. Там 8, 0. Там и погнали. 0, 50. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующий пункт. E-mail адрес. То есть ваша почта. Например, там Иванов. Собака. Сейчас, секундочку. Ввели адрес и переходим дальше. Если вы были в каких-то странах перед выездом, допустим, в Чехию, больше чем 14 дней, то здесь указываете, какая из этих стран. Если нет, то просто можно указать Украина. То есть вы в Украине были. Следующий пункт. Дата въезда в Чехскую республику. Здесь можно указать ориентировочную дату. Либо, опять же, если вы будете знать уже точно, билеты будут у вас на руках, указываете дату въезда. Ну, например, это у нас будет 6 декабря 2021 года. Идем дальше. Доправный простреток. Это друг доправного простретка. То есть вид транспорта. Это будет поезд, это машина, либо самолет, либо автобус. Ну, например, допустим, вы едете автобусом. Открываются следующие окна, где нужно будет оказать фирму, на которую вы будете ехать. Например, там пускай будет какой-то инфобас. Ну, я образно. Это пример. Число лет, то число споя. Это опять же, когда распечатывается билет, то вы получаете название или транзит, который будет у вас соединять Чехию и Украину. Например, там рейс AN 3507, образно. И число места, это опять же, не обязательно. Ну, можете там указать любое, неважно какое. Это никто ничего проверять не будет. Например, там 30 место. Если же вы будете еще ехать каким-то транспортом, то тоже указывайте второй уже транспорт. Например, если вы там с одного будете пересаживаться на другой и можете убивать. Но, как правило, никто этого не делает. Идем дальше. Заполняем город, в котором вы пребываете. Например, если вы уже знаете конкретно, это по вашему контракту указано, куда вы там едете. Если, например, это город Прага, либо Пилзень, либо другие какие-то, то указываем конкретно этот город. Но, как правило, берется контракт. На контракте указан адрес вашего проживания, где вы там будете жить. Давайте напишем тот же Пилзень. И у вас будет уже выпадать здесь из таблицы, из этого списка, куда вы едете. Ну, допустим, если это у нас Пилзень, то выбираем Пилзень. Переходим дальше. Улица. Можете указывать, можете не указывать. Потому что она не активна, она не светится. Но можно указать, если хотите по желанию. Число, подписное число, ориентачнее. Указываем это у нас там, пускай 11-й дом. Вот он выбирает вам сразу из тех вариантов, которые там здесь есть. Например, там вот этот адрес, по Пилзню, все он реагирует. Так, идем дальше. Другие места по быту, если опять же вы там переехали куда-то или будете переезжать, знаете, можете указывать. Но, как правило, еще раз говорю, никто этого не делает. Указали один раз и все. Дальше. Если касается людей, которые едут по долгосрочным бизнесам, по соединению семьи и так дальше. Здесь у вас есть пункт. Цестовали семь нового родине прислушницы младше 18 лет. Это если с вами едут дети, то вы нажимаете Оно и указываете данные ребенка. Фамилия, имя, дата рождения. Если никто с вами не путешествует, только вы сами заезжаете, то пишем Нет и ничего здесь не будет. Следующий пункт это то, что вы знаете, что вы с кем-то пересекались, кто болел ковидом. Если да, то ставим Да. Если опять же вы не знаете, то ставим Нет. Дальше ставим галочку и Отправить. После того, как вы нажали кнопочку Отправить, вам через некоторое время на вашу электронную почту, которую вы указали, вот здесь вам приходит подтверждение с QR-кодом. Можете его заскринить, можете его распечатать. Указано, конечно, если возвращаясь к условиям въезда, то написано, что должно быть распечатано. Вот оно, этот пункт. Распечатанное подтверждение предоставить при пересечении границы. Возможно, это все требует на границах при пересечении автобуса. На самолетах, я вам скажу честно, только QR-коды требуют. Ну и опять же, возвращаемся к тому пункту. На всякий случай, я вам дам информацию о том, что нужно предоставить результат краевой гигиенической станции по месту пребывания, указанном во въездном формуляре. Как вы увидели в формуляре, ничего здесь не указано, никаких здесь информации по вашему региону, ничего нету, где вы там будете проживать. Но я вам дам ссылочку, оставлю вот на крайской гигиенической странице. То есть, это все гигиенические станции, все их телефоны, это чешские телефоны. Код здесь плюс 420 перед тем, как водить. Либо, если у вас есть уже чешский номер, можете сразу водить номер телефона и уже туда либо звонить, либо на электронную почту. Каждый регион, пожалуйста, вы можете зайти, посмотреть, кому надо, и кто хочет отправить. Пожалуйста, заходим, пользуемся. Ну что, друзья, вот, в принципе, вот такая вот система, которая требует реально ваших 5-10 минут, чтобы заполнить этот пункт, заполнить этот формуляр, чтобы он у вас был с собой. Никаких проблем здесь абсолютно нету, сложностей тоже. Все на самом деле очень просто, если просто внимательно это почитать. Заполняем, выполняем, едем себе спокойно в Чехию без всяких проблем. Ну, а я надеюсь, что вам видео данное понравилось, поэтому поддержите его, пожалуйста, своими лайками. Если есть что дополнить, пишите в комментариях. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока!